31 января во всем мире свой профессиональный праздник, Международный день ювелира, отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. И сегодня мы наведались в гости к Чебоксарскому ювелиру. Лучшие друзья девушек, это бриллианты, эта фраза полностью оправдывает себя. Ведь всем нам хочется выглядеть красиво. И так было всегда. Кольца, серьги, браслеты, ожерелья. И что только не придумают люди, чтобы украсить себя. Драгоценные камни – показатель статуса человека. Его изысканного вкуса и способ выделиться из массы. Но прежде чем попасть на витрины ювелирных магазинов, природные минералы претерпевают множество процедур. Кому мы должны сказать спасибо за возможность наслаждаться всем этим мерцающим великолепием? Разумеется, ювелиром. Ювелирное искусство для меня – это жизнь, потому что я очень люблю свою работу. Я очень дорожу ей. Привел меня папа. И вот уже три года Любовь Калугина из неровного камушка или кусочка благородного металла может сотворить произведение искусства. В мастерской среди ювелирных орудий производства она ориентируется как на собственной кухне. Очень интересное название у инструментов. Вот здесь это у нас финагель. Это такая вот дощечка для упора. Когда мы, допустим, обтачиваем кольцо, мы ставим ее на упор, на финагель. Как и каждая девушка, Любовь отдает предпочтение кольцам. Но как сапожник без сапог, на руке только обручальное кольцо, которое, кстати, Люба сделала сама. Два кольца, которые муж мне одевал именно во время регистрации, потому что он сказал, что у меня должно быть два кольца, потому что мы с тобой как два колечка на одном пальчике всегда вместе. Чтобы стать первоклассным мастером, потребуется не один год для того, чтобы овладеть всеми способами и приемами. А их огромное количество – чеканка, литье, сверление, шлифовка. Совсем не женское дело, правда? Девушка с напильником, прощай, маникюр. Никаких ногтей, никакого лака. Ну да, это мужская профессия. В отношении, допустим, ставки камней, мне кажется, наоборот, девушке как-то проще с этим. Чтобы роскошь была доступной каждому желанию чебоксарского мастера, поэтому в будущем Любовь мечтает открыть небольшой ювелирный завод. Самый приятный момент – это когда ты отдаешь изделие клиенту, потому что когда ты видишь эмоции, которые испытывает человек, это прям бальзам на душу, особенно невесты, когда они получают обручальные кольца, они вообще такой виск стоит. Карл Фаберже, Даниэль Сваровский, Чарльз Сифони. История знает множество имен выдающихся ювелиров. Каждое изделие которых – настоящее совершенство. И кто знает, может через несколько лет имя нашей знакомой станет в один ряд с ними. Почему бы и нет? Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.